Добрый день, меня зовут Елена, я сама из Беларуси. Хочу поделиться своими проблемами, с которыми я столкнулась в сентябре месяца прошлого года. В нашем году ко мне в Беларуси приехал мой дядя из Украины, он писатель, написал замечательные книги. Мы с ним посидели на кухне, это было 15 сентября, пообщались. Он рассказал, что главная цель его работы как писателя это о славянском народе, о воссоединении, о том, что мы должны быть в одном едином союзе, как раньше был Советский Союз. Собственно, его вся литературная деятельность была основана на воссоединении таможенного союза. Вот он предупреждал, говорил о том, что будьте очень осторожны, сейчас на Украине идет очень серьезная борьба против русских, против славян. Ну и, собственно, у нас строился на этом разговор. Потом мы идли спать, и вечером я почувствовала огромнейшее давление в область головы. Я не могла понять, что это такое, вообще для меня это было настолько неожиданно. Я начала, значит, молиться, пытаться защититься как-то. У меня была Библия, я начала прикладывать к голове Библию, и почувствовала, что как-то уменьшается это давление, очень-очень сильное. То есть просто до потери сознания было. Вот утром дядя уехал, поехал потом в монастырь в Белоруссии, остался там как бы на ночь, утром он приехал. Но когда его не было, это все подважалось, как бы на кухне питались, там сначала лучше направляли на Волова, потом на Ворова, когда проходила, не могут быть вытяжки. Вот, значит, я очень напугалась, никому об этом не сказала. Вот, единственное, позвонила дочь ей и сказала, что я не понимаю, что происходит, но меня пытаются, по-моему, убить. До этого я просмотрела фильмы, вот, Галины Царевой, естественно, смотрела, читала литературу, была знакома о том, что существует такое психотронное оружие, которым, возможно, уничтожить человека. Вот, значит, я взяла билеты и приехала в Москву. А здесь это все как бы продолжилось. Вот, я не могла ходить по квартире, я не могла заходить ни на кухню, ни в комнату. То у меня такое впечатление было, как будто на меня вот давит очень сильный такой луч. И я, до потери сознания, боль была неимоверная. И самое главное, это был страх. Страх за то, что ты как будто сейчас потеряешь сознание и все, и умрешь. Вот, потом, значит, это было и на улице началось, значит, я когда выходила на пробулку, за мной постоянно кто-то следовал с телефоном, значит, могли проехать там на велосипеде, здесь обязательно рюкзачок, и рядышком с телефончиком в этот момент был очень сильный удар. Вот, могли, значит, пройти как бы старушки, но я должна была пройти между ними, чтобы прочувствовать удар в голову. Ну, в первую очередь, это, конечно, они пытались мне показать их бить. Потом, значит, я здесь не смогла только находиться, опять уехала в Белоруссию. Но в Белоруссии я еще более серьезно столкнулась. То есть там уже началась не то, что по голове бить, но и по ногам, и очень сильно. Значит, в Белоруссии я дала сапоги в ремонт. Это была уже осенью, значит, и в поезде. Когда я ехала обратно в Москву, со мной ехала молодая девушка. Она очень много говорила, она ехала до Смоленской. Вот, много рассказывала, что она там работает в медицине, что она такая хорошая, добрая, что мне там помогает. Вот, ну, и в то же время мне приходилось уходить как бы с купе. А вот, когда... Ну, собственно, когда уже приехали в Москву, я одела сапоги, я почувствовала жуткую боль. А потом начала эта нога просто гореть огнем. Я ничего не могла сделать. Я чувствовала, что на ней как будто одет какая-то... ну, какая-то жидкость, которая покрыла ее, и ее не терпала ни воду, ни смыть, ни... никакими средствами удалить. Вот, потом, значит, после этого у меня... Я начала звонить, искать, читать литературу, смотреть в интернете. Вот, и я нашла, значит, много таких случаев, описывая, о которых рассказывалось о давлении психотронного исследования. Вот. Я начала как бы анализировать, что же происходит в конце концов. Я поняла, что... Значит, что они сделали за это время мне грыжу, вот, межпаховую. Потом, значит, ну, через вытяжку кухни они, значит, опрыскивали в Беларуси квартиру, кухню. То есть, кухонную удовольствие цветы. У меня цветы стали покрываться красными пятнами. Вот, и потом постепенно вообще начали вылетать. Вот, значит, пол нагревался, воздух нагревался, дышать было невозможно ходить, было невозможно. Малыш постоянно плакал, у него начиналась головная боль и доходила до то, что надо до работы. Вот, значит... Это шмок, да? Да, шмок. Да, да. А потом мне, значит, я опять же вернулась в Москву. Вот. То есть, у меня получалось, что у меня мама была в Беларуси. Я периодически должна была приезжать, она была уже старенькая. Вот. И когда я начала здесь с вами искать встречи вот с людьми, которые бы могли мне помочь ей расяснить, что делать в такой ситуации, и, собственно, я просто хотела донести, сказать, что вот, значит, существует такая проблема. Вот предупрестить всех. То есть, вот такое вот желание было помочь, как бы. Тем более, что у дядя мой буквально через 5 дней после того, как он был в Беларуси и пообщался со мной, его просто не осталось в течение 3 дней. Хотя он не пил, не курил, и он очень был энергичный, и ему было всего лишь 72 года. Вот. Полный сил был. И когда я начала с вами, значит, у нас началась здесь встреча за этот период, то есть вот в течение 3 дней моей маме сделали так, что она ушла на кухню, упала, сломала бедро в Беларуси, и в течение 3 дней она просто ушла, умерла. Умерла она очень тяжело. Вот. Это было мучительно. Вот. К сожалению, я даже не смогла, смогла только попасть к ней на похороны, потому что у меня дочь работала, и она не могла, то есть, ну, врачи говорили, что это еще надолго, чтобы успеть, и мама там смотрела, где няня и родственники были с ней. Ну, я уже приехала, когда она умерла. Вот. Хочу вам сказать, что самое главное еще, значит, бьют в Москве, они бьют в основном в межкомнатных проемах. Вот. Это на кухне, в ванной, в детской комнате могут очень сильно бить. Значит, посещают квартиру, сломали замок, сломали компьютер, фотоаппарат сломали, вот, значит, переставку, к середине заразы. Значит, хочу предупреждить всех, что основится на страхе. Пытается человека всячески запугать, значит, довести до суицида. Спасаться можно только молитвами и зданием заповедей. То есть, если вы чувствуете, что у вас появляются какие-то желания, не соответствующиеся заповедям, то, значит, это не ваше. Вы должны, ну, просто нужно человеку как бы знать, что нельзя страсть никакую и зависимость ни к чему не проявлять. Нельзя, значит, стремиться, там, если будет пытаться суицид, это тоже как бы противоречит. И помнить, что мы, то есть, это люди, они как бы материализованные сатаны, сатаны, демоны, которые пытаются ходить за нами и вот как ангел тьмы есть и ангел тьмы. Это вот это вот ангел тьмы. Вот. Нельзя на них реагировать никак, вообще никак, не прикасаться, ибо если мы соприкасаемся, значит, мы берем то, что они пропускают. Их задача уничтожить нашу душу, завладеть нашей душой. Вот. И помнить, что у Бога нет мертвых. И тех, кто нас покинул, а наши родные не мулятся за нас, мы должны обращаться к ним, чтобы они нам помогали устоять от этих демонов, победить их, победить волей, силой, духом. Вот. Больше ходить в церковь, но помнить, что они могут быть и друзьями, и соседями. Ну вот. Ибо они не... Есть люди, которые не ведают, что они творят. Мне просто шалко иногда. Я смотрю, что очень много молодых. Вот. И я так понимаю, что у них судьбы у них очень страшные будут. И на этом свете, значит, на основном. Вот. Что я хотела еще сказать. Хочу предупредить, молодежь, ни в коем случае не курить. Потому что сигареты, если у вас такая слабость проявляется, они будут добавлять всевозможные яды, которые будут развивать у вас одышку, кашель, тяпу к сигаретам неимоверную. А потом будут вами манипулировать. То есть вы будете болеть постоянно, постоянно это будет проблем. то же самое алкоголь. А чувство жажды выпить будет. Вы будете пить и не будете напевать. Не сможете напиться, потому что они будут отключить вот эти защитные рефлексы. Вот. В результате человек может просто, когда он пьяный, с ним можно все, что угодно делать. И циррус печени, и все, что угодно. Девочкам нужно помнить целомудрее. вот. Что похоть, это тоже как бы не от Бога, а это их оружие. Все грехи это их оружие. Они просто этим ведут нас. Но самое еще опасное то, что они деток маленьких, вот детей не жалеют абсолютно. И защитить их только можем. мы, когда мы это знаем уже. Ну, узнать все очень сложно. Вот. Мне это как бы недавно, но я уже, значит, они использовали и били по ногам ожоги. ногти ломали, грибок пытались заразить ноги. Значит, разные запахи пускали, жевания пробуждали, страсти пытались пробуждать. Сердце, почки, печень, все это они периодически боли делали. В руке постоянно чувствуешь вот дрожь левой руки, левая нога. Значит, правая, межпаховая, рыжая, огромнейшая. Они все время ей враи чувствуют, когда они включают эти поля, да, вот диски отчистотуют. Вот они начинают проявляться. Вот. Хочу посоветовать, чтобы молодежь не допускала к себе никого из посторонних. Вам данный друг ся действует от Бога. Вот больше не доверяйте. Не доверяйте, не рассказывайте о своих нуждах, о своих проблемах, не хвастайтесь своими квартирами, потому что их первая цель это вот завладить недвижимостью сейчас. Самый удобный бизнес. Предложить вам продать, что-то новое приобрести, более реальное. Вот. в процессе этого можно потерять все. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что для этого оружия нет границ. Абсолютно. Что Белоруссия, что Украина, что Россия. Абсолютно нет границ. Их не интересуют ваши взгляды, за кого вы стоите. Вот. Их не интересует абсолютно ничего. Интересуют деньги и ваша душа. Все. Вот это главное. Я надеюсь, что позже может я еще поделюсь какими, чем можно защищаться от всего написанного. Вот. Но главное следить за своей и за своими мыслями, за своими словами. И помнить, что Господь всех любит. А с ним у вас страх только вот какой страх от Бога может быть? Страх потерять душу. И все. То есть мир. Самое главное, чтобы у вас мир. Если он у вас есть, ангел-хранитель вам помогает. Делегант. А если вы чувствуете тревогу, суета, раздражительность, ненависть, раздражительность, крики, это уже не много. Здесь вот написано в описании и хочу сказать, значит, так, а пояс выучили если есть пуган истины, а видевая область для многовестства. я хочу показать книгу, которую написано в книге. И здесь он цитирует я тихо Богу помолюсь, чтобы все славяне стали добрыми братами и сыновьями солнца правды. Это Шевченко вторая выбор шевченко. Это главная была вся человека, которого в деле психотрон нарушили. Спасибо. .